Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове 11.06 начинается программа «Мужской понедельник». Добрый день, вас приветствует ведущая передача Николай Голиков и Владимир Сметанин. Ну что, весна идёт, весне дорогу. Замечательная погодка, даже, наверное, не хочется как-то сидеть в душном помещении, а наоборот... И уж точно неохота говорить ни о чём серьёзном. Но, так или иначе, без серьёзных тем мы не обойдёмся, в том числе и сегодня. У нас сегодня, кстати, тот самый случай, когда одну тему мы будем освещать и обсуждать её в течение двух часов. И сейчас, и после 12 минут прийти. Да, ну и сразу уже будем обозначать эту самую тему. Хотелось бы, наверное, вернуться к событиям давности несколько месяцев назад. Помните, когда новое руководство региона пришло? И начались разговоры, в том числе, и о проблемах в лесной отрасли. В нашем регионе. По-моему, ещё в первую очередь не начались. Ну, вот основные, да, ключевые проблемы, когда были обозначены... Человек приехал, посмотрел, сказал, вот лес, будем заниматься лесом. Да, что там якобы непрозрачность какая-то присутствует, или может быть полная непрозрачность. Что доходы региона от лесной сферы составляют, ну, какие-то копейки. Хотя, на самом деле, зарабатывать можно в разы больше. Миллиарды рублей. Вот новость последняя на сайте регионального правительства о том, что лесные аукционы начали приносить какую-то прибыль. Там ставится задача в этом году на лесе заработать более миллиарда рублей. Там, опять же, разные варианты. Кто-то говорит миллиард, кто-то два. Что тоже, опять же, понимаешь, вызывает определённое сомнение. Очень разная цифра, один и два миллиарда. В конце февраля на совещании авиатской торгово-промышленной палате как раз сумма 2 миллиарда назад озвучивалась. Из новостей мы знаем, да не только из новостей, из бесед с людьми, которые занимаются в этой сфере, о том, что создана у нас система ГИСЛЕС. Это, насколько я понимаю, такой компьютерный космический мониторинг, да? Ну, как её показывал в эфире российского канала наш губернатор. То есть это некая карта. Ткнул пальчиком, посмотрел и видит, что это за участок. Кто на нём работает, либо не работает, что там, сколько он стоит и так далее. Извечало предложение торговать Кировским лесом на бирже. Ну, также соглашение с Питерлургом на создание филиала биржи. В общем, очень... Хотя, опять-таки, если вспомнить торгово-промышленную палату, когда эта тема обсуждалась там, то как раз люди из торгово-промышленной палаты высказали большое сомнение насчёт эффективности именно биржевых торгов. Ну, это как бы их проблема. Да, ну, а сегодня нам представляется прекрасная возможность разобраться, собственно, да? Поговорить, так сказать, с первоисточником, с человеком, который занимается лесным производством. И лес для него — та самая база, на которой строится его бизнес. В гостях у нас Николай Юферев. Это руководитель инвест-проектов «Строю лес» и «Хольцхаус». «Хольцхаус» — деревянный дом, насколько я понимаю, да? Да, в периоде с немецкого языка. А ты немецкий знаешь? Я не мог догадаться, что это. Кто такой «Хольц» и почему у него дом? «Хольц» — это дерево, да, по-немецки. Приветствуем вас, но надо сразу сказать, что мы и наши редакторы очень много усилий приложили к тому, чтобы еще привлечь людей из лесной отрасли. Причем из лесной отрасли вот на этот первый час эфира, причем людей с разными точками зрения, в том числе представителей законодательной власти, исполнительной власти, представителей каких-то профессиональных объединений. Но как-то получилось, что в последний момент все, сославшись на неожиданную занятость, на эфир не пришли. Но будем надеяться, что хотя бы по телефону с кем-то из них мы сможем связаться в течение эфира. Спасибо, что, Николай, вы пришли. Итак, давайте начнем все-таки со знакомства, да, с такого. Что же представляют собой эти инвест-проекты «Строю леса» и «Хольцхаус»? Да, я являюсь руководителем компании «Хольцхаус». Мы занимаемся производством деревянных домов с кленового бруса, такой инновационный материал, называется строительным материалом 21 века. Мы одни из крупнейших производителей этого продукта в России. Как долго вы уже этим занимаетесь? Ну, вообще, это семейный бизнес. Мои родители в Кировской области с 96-го года занимаются непосредственно лесозаготовкой, лесопереработкой. Я продолжаю семейное предприятие. Где вы непосредственно базируетесь? У нас два производства. Сейчас основных это поселок Даровской и поселок Луза. Два завода. Луза вроде город все-таки по-прежнему еще. Ну, Луза, да. Город, да. В Лузе еще сейчас на стадии пусконаладки завод идет. Вот он должен с недели на неделю запуститься. А в Даровском там функционирующее предприятие, хорошее предприятие, завод европейского уровня. А лес, сырье вы непосредственно вот в этой местности, да? Да. Берете? Да. В окрестности Даровского и Луза. Еще о предприятиях хотелось бы спросить. Это вообще на сколько велики? То есть сколько людей там занято, вот условно говоря? Ну, в Даровском на сегодняшний момент работает 265 человек. 265 человек в Даровском? Да. Это очень много. Я не непосредственно проживаю здесь. Это примерно как Лепси для Кирова, наверное. Да. Да, вот так, если в масштабах брать, да? Да, но мы 50% доходной части районного бюджета. В Даровском районе? Да. Так у вас местная власть должна ходить. Вы как бы бюджетнообразующие предприятия получаете? Мы можем сказать, что городообразующие предприятия. Хотелось немножко об истории Стравлеса рассказать. То есть вообще проект сам, само предприятие... Стравлес это в Даровском, как раз. Даровском, да. Само предприятие зарегистрировано моими родителями в 1996 году и до сих пор никуда не перерегистрировалось. Он до сих пор также зарегистрирован в Даровском районе. А сам проект, как инвестиционный, начал работать в 2008 году на базе обанкротившегося предприятия. Даровском было городообразующее предприятие Даровской леспромхоз. Оно в 2005 году обанкротилось. Более 100 человек попали под сокращение. И вот тогда родилась эта идея на базе вот этого Даровского леспромхоза организовать вот такое новое современное производство. И родилась идея вот этой приоритетной инвестиционного проекта. То есть такое слияние получилось, да, вот этого ЛПК? Мы оперативно выкупили активы ЛПК с торгов и на базе него сделали инвестиционный проект. Ну, соответственно, сейчас от ЛПК-то толком ничего не осталось. Там уже давным-давно новые корпуса, новое оборудование стоит. Но смысл был то, что в кратчайшие сроки трудоустроить людей, которые попали под сокращение. Ну, и в этом плане нам, конечно, очень повезло, что коллектив просто замечательный. То есть специалисты разбежаться не успели? Да. Самое удивительное, что они, специалисты, они так дорожили своим леспромхозам, что они очень серьезно осложняли работу конкурсного управляющего, не давали ему продавать имущество, не шли с ним на контакт. И мы фактически... То есть они помогли спасти, собственно говоря, определенную базу, да? Они помогли спасти вот это предприятие. Вот в Лузе как-то так не получилось. В Лузе такая же ситуация один в один. Тоже обанкротившийся ЛПК. Там как-то вот такое не получилось. В Лузе таки ЛПК очень большой же был. Я еще помню его в период его такой прекрасного расцвета, когда там все работало. Это с Лузу размером предприятие вообще было, собственно говоря. Да, вы правы. Оно размером с Лузу. Ну, в принципе, с точки зрения значимости Даровского ЛПК для Даровского, оно вот такая же значимость, как Лузского ЛПК для Лузы. Ну, пока ЛПК Лузский работал, Лузский район был процветающим в Кировской области. По крайней мере, там проблем таких не было. Да, но у нас Даровской сейчас процветающий, в принципе, Даровской. За счет нашего предприятия там десятки лучших районов по области. То есть за счет по экономическим показателям районная власть всегда гордится этим. Давайте еще раз поясним слово, сам термин инвестпроект. Он у многих вызывает недопонимание какое-то. Ну да, то есть не очень понятно, когда говорят, что там инвестпроект. Ну, суть в том, что у нас в 2008 году был принят новый лесной кодекс, по которому у нас допустимо два вида получения леса. То есть это либо аукцион, либо это инвестиционный проект. Почему вообще эта тема вся зародилась? У нас вообще в стране огромная проблема с несвоением леса. То есть у нас не хватает мощностей для того, чтобы вырубать весь тот лес, который у нас есть. Ну, в смысле не весь, а из которого можно впустить в дело, в производство. Ну, вообще вопрос, который впустить в производство, тоже вопрос актуальный. Нужно повышать эффективность производства, эффективность деревообработки, чтобы максимальное количество леса впускалось в производство. Если мы там посмотрим западный опыт, то увидим, что там-то такого нет, что какие-то участки леса стоят, они там не востребованы, пускаются в производство, все. А на сегодняшний момент такая проблема существует и в Кировской области. То есть у нас 15 миллионов лесосека общая, из нее осваивается только 12. Или там сейчас уже, по-моему, меньше. 15 миллионов лесосека как бы как расчетная, которую можно освоить, условно говоря, за какой-то период. Да, за год. За год. За год, да. То есть это та лесосека освоить, которую без ущерба для Кировского леса нужно за год. Да, то есть есть лесоустроительные материалы, то есть лесоустроители определяют ежегодно, сколько леса можно взять с этой лесосеки без ущерба для природы. Без ущерба для леса. Вот этот объем по Кировской области это 15 миллионов кубометров. Он не вырабатывается. Он не вырабатывается. И вот за счет этих инвестпроектов было как бы решено, как-то это дело сдвинуть с мертвой точки. Ну, это в целом по России, да. То есть в целом по России была задача сдвинуть это с мертвой точки. То есть инвестор вкладывает достаточно серьезные суммы. На тот момент это 300 миллионов рублей. Сейчас изменения готовятся. Это нижняя планка? Нижняя планка, да. Сейчас изменения готовятся, что сейчас где-то будет в районе 500 миллионов рублей. И инвестор вкладывает эти деньги. Взамен он получает расчетную лесосеку с льготой, чтобы там непосредственно начать производство. И начать переработку вот этого вот леса. Эта льгота, она не навсегда дается. В чем суть этой льготы? У нас есть разряд, сверх минимальная плата за лес, на корню, которая установлена законодательством Российской Федерации. У нас 6 разрядов такс. В зависимости от того, где находится лес, определяется разряд такс, тот или иной. И эта цена установлена законодательством. Инвестор получает льготу 50% от этой цены. Условно говоря, если есть такса на тот участок, где вы работаете, ну там я условно скажу 100 рублей, то вы на время действия вот этого инвестиционного соглашения можете получать его за 50. Все верно. Так, да? Понял. И эта льгота действует в течение какого срока? Срока окупаемости проекта. Ну вот допустим у нас проект постро лес, у нас был срок окупаемости 5 лет. И вот в 2013 году мы уже начали, у нас все льготы, они перестали действовать, и мы начали платить рыночную ставку за лес. То есть сейчас уже вот стро лес в Даровском работает с лесом по рыночной ставке? Да, у нас более чем 8 раз выросла арендная плата. И я хочу сказать очень важную вещь, что не только льготы теряются по минимальной ставке. Ну то есть для радиослушателей, чтобы было понятно, то есть вообще плата за лес состоит из двух ставок. То есть это минимальная ставка, которая идет полностью в федеральный бюджет. И сверх минимальная ставка, это наши денежки, которые мы получаем уже здесь. В регионе, да? В регионе, да. И вот очень важно, когда инвестиционный проект завершает срок своей окупаемости, он начинает деньги не только в федеральный бюджет платить без этой льготы, без 50%, но он еще дополнительно начинает денежки платить в областной бюджет. То есть у нас на сегодняшний момент разработан коэффициент определения рыночной цены леса. И вот там 1,98 к федеральной ставке, к минимальной ставке. И вот мы уже этот коэффициент платим в областной бюджет. То есть мы львиную долю, там 70% наших отчислений, 80% даже отчислений за лес мы платим в областной бюджет. Простите, я еще один вопрос задам, и мы небольшую паузу сделаем. Это же огромное бремя вот сейчас на ваше предприятие. Нет, это доступная цена, нас устраивает эта цена абсолютно нормальная. Я так предполагаю, что в несколько раз подскочили эти платежи. Нет, но они же были к этому готовы, они же знали, что в 2013 году это закончится. Вообще эта тактика работает по всей стране. У нас же принято ориентироваться на соседей, то есть, допустим, на республику Коми, на Архангельскую область, где отчисления гораздо выше в лесопромышленный комплекс. Вот там только одни инвестпроекты работают. То есть там, допустим, в республике Коми, где расчет на лесосеки в два раза выше, чем у нас, 50% расчет на лесосеки вырубают два инвестиционных проекта. Это Монди и Луза-Лес. Пора сделать маленькую паузу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Мужской понедельник». Реформа лесной отрасли в Кировской области. По большому счету мы об этом сегодня говорим. Говорим на самое мужское время. Лесорубы 47 холостяков. Мы еще про охоту и про рыбалку любим говорить. Особенно мы с тобой. Николай Юферев у нас в студии, руководитель инвестпроектов «Хольцхаус» и «Строю лес». В целом так мы обрисовали. Я понял систему, как вы объяснили инвестиционного проекта. Вроде бы все прописано в федеральном законе. Все вроде бы понятно по области, откуда. Берется такие заявления, когда у нас новые руководители приезжают и говорят, что в лесу-то оказывается работают одни жулики и спекулянты. И они ничего не делают, а только продают лес прямо на корню по завышенной цене. Это вот как вписывается в законодательство. Никакой так называемой глубокой переработки. То есть как это можно делать, находясь в рамках закона? Ну, действительно, продажа леса на корню – это вообще раковая опухоль, наверное, вообще в экономике Кировской области. Ни в одном регионе нет такого огромного объема сделок продажи леса на корню, как в Кировской области. То есть кто-то покупает и перепродает? Да. Ну, в частности, очень многие арендаторы имеют аренду достаточно по доступным ценам. Это не только инвестиционные проекты. У нас очень актуальный вопрос по колхозам. То есть, допустим, инвестиционные проекты имеют расчетную лесосеку общую 2,6 миллиона кубометров. Из 15-ти. Из 15-ти. То есть это вообще пятая часть. Да. Но еще более удивительным, что у нас колхозы, некоторые сельхозпроизводители, вот если посчитать их общую расчетную лесосеку, они имеют расчетную лесосеку 2 миллиона кубометров. Представляете? И если я говорил о том, что инвестиционные проекты… То есть, этот лес, он колхозом полагается на свою деятельность осуществляет? Да, да. Это еще давным-давно заложено. У них идет, да, им предоставляется расчет лесосека. И при том, что они не платят никакой сверх минималки, про которую мы говорили в областной бюджет. То есть, платежи у них идут только в федеральный бюджет. Они платят только минимальную ставку. То есть, цена аренды у них точно такая же, как у инвестпроекта. То есть, даже ниже. А инвестпроект заканчивается, мы еще начинаем коэффициент платить в областной бюджет. Колхозы ничего не платят в областной бюджет. То есть, у них это пожизненно? Ноль. Это пожизненно. Это такая вот у них льгота. Это номер один на сегодняшний момент продавцы леса на корню. То есть, 100%. И это, конечно же, раковая опухоль. То есть, власти погорячились, сказав, что у нас все инвестпроекты какие-то непрозрачные и так далее. Да, безусловно. Но я могу лишь сказать за свои инвестиционные проекты. Мы не продаем лес на корню. То есть, об этом все знают. Мы сами осуществляем свою лесозаготовку. У нас 4 лесозаготовительных комплекса. Порный парк лесозаготовительной техники. По вывозке, по противопожарным мероприятиям. И мы все лесное хозяйство, всю лесозаготовку ведем сами. И мы, даже более скажу, мы сами покупаем еще дополнительно. То есть, нам те... Еще и не хватает. Нет, не хватает. Мы вот те ресурсы, которые нам выделила область, они обеспечивают нас только на 50%. Все остальное мы вынуждены докупать. Мы лес на корню не продаем. Я не могу сейчас говорить за других коллег по инвестпроектам. Я думаю, это неэтично просто. Я хочу анонсировать сразу, что мы продолжим во втором части еще. Говорите, у нас ваши коллеги. И коллеги еще у вас будут в студии. Но вообще, вот эта тематика, с которой нужно бороться. И этого быть не должно. Потому что, если мы посмотрим на практику других субъектов, то там такого нет. Потому что вся продажа леса на корню, это есть равно теневой оборот древесины. Потому что покупается за наличку, продается за наличку. Ни по каким системам учета это не проходит. Это огромный резерв с точки зрения налоговых отчислений. На ваш взгляд, тут какие-то изменения на законодательном уровне должны произойти в регионе? Вот что касается этих колхозных лесов. Нужно на сегодняшний момент задуматься над тем, что можно сделать. Каким образом нам надо препятствовать вообще этой продаже. Вообще, я считаю, что нужен цивилизованный диалог между правительством области и лесозаготовителями. Я вижу, что в целом отрасль к этому готова. Люди уже хотят нормальных, спокойных условий для работы. Взамен на бюджетную эффективность. Бюджетная эффективность это что? В плане налоговых отчислений. Я сейчас буквально ехал в поезде сюда с предпринимателем. Так получилось, из одного из районов области. У него несколько колхозов. Он выкупил у них право аренды. И вот он говорит, что в принципе мы с коллегами, с другими предпринимателями готовы в добровольном порядке с правительством области заключить соглашение об уплате сверх минималки по тем участкам, которые у нас есть. Это очень важно. Я думаю, что вообще бизнес готов к такому диалогу. Люди готовы вести диалог, готовы платить деньги в бюджет, готовы повышать свою налоговую эффективность взамен того, чтобы к ним не применялись какие-либо репрессии. Тем самым вы опривергаете то, что бизнес это жулики-мошенники. На самом деле они вполне себе нормальные люди, понимают все нюансы, которые у нас сказали. Или все-таки жулики-мошенники в этом бизнесе присутствуют. Они присутствуют, но их с каждым годом становится все меньше и меньше. Государство само дает меньше возможности всяким мошенническим операциям. Допустим, вот этот же поток наличных денег. Государство очень сильно закрутило, допустим, гайки рынком. Мы же видим, что рынки перестают существовать. Вместо них появляются крупные сети. Леруа, Мерлен. Допустим, в Москве уже вагонку никто и не идет на рынок покупать. Идут покупать в крупной сети. В Аби, в Леруа, Мерлен. Это уже деньги безнальные, это уже белые деньги. И мы видим, что эти наличные деньги, их уже предпринимателям тяжелее достать. И они уже начинают пересмыслять свою политику, что в целом-то тренд другой, надо как-то по-другому подойти к своей бухгалтерии, вообще к своему сбыту, что неплохо бы уже все перевести на наличный учет. И очень многие предприниматели об этом задумались, и они уже эти меры проводят. Я считаю, что если сейчас с предпринимательским сообществом начать нормальный диалог, с привлечением налоговой инспекции, то можно реально получить очень хорошую отдачу. А что, никаких подвижек? Я как раз хотел спросить, вы говорите, начать нормальный диалог. О Лесе говорят уже 7 месяцев, у нас новое правительство, они в 7 месяцев говорят о Лесе, да? А вот разве попытки к этому диалогу так и не было пока? Ну, видите, к сожалению, вот как-то вот есть такой стереотип, что вот, как вы правильно сказали, что в Лесе работают одни жулики и воры, и пока что все исходят из того, что вот все-таки жулики и воры, а еще с жуликами и ворами вести диалог. Вот наша задача как раз-таки переубедить в этом, что все-таки это не совсем так. Реально, есть люди, с которыми можно диалог вести, и есть способы, есть варианты, как повышать бюджетную эффективность. То есть можно повышать бюджетную эффективность, не меняя правила игры на ходу, да? Просто методом диалога с людьми. Методом диалога, нет, правила игры в любом случае нужно менять, и у людей же есть представление, как эти правила менять. Просто правила игры надо менять так, чтобы предприятия не закрывались, чтобы они продолжали работать. И у людей есть уже, как бы сформировалось какое-то представление, каким образом эти правила игры поменять, чтобы наполнить бюджет отчислениями от лесопромышленного комплекса. Ну, смотрите, опять же скажу, то, что мы говорим, то, что 7 месяцев происходит, какие новости исходят, что говорят? Изменить ситуацию в лесу. Говорят, возвращение аукционов лесных, изменить ситуацию в лесу. Говорят, повеление лесной биржи, о которой мы говорили, изменить ситуацию в лесу. Говорят, вот этот совместный приказ вместе с Министерством внутренних дел и так далее, изменить ситуацию в лесу. В этом списке я не видел то, что мы сядем за 100 приговоров и изменим ситуацию в лесу. Почему так? — Ну, не знаю, нет. Мне кажется, нужно, чтобы просто прошло немножко времени, чтобы власти убедились в том, что есть честные предприниматели, с которыми можно диалог вести, выслушали нас, и, может быть, что-то поменяется. Наши предложения, которые мы сегодня на эфире рассмотрим, их тоже внесут в повестку дня. Ведь даже по нашим предприятиям взять, ведь налоговая эффективность неплохая. Я сейчас взял справочку. За прошлый год Стролес у нас всего 100 тысяч кубов в аренде. Это очень маленький объем, в рамках района всего лишь 15% расчет на лесосеки Даровского района. Стролес — самый маленький инвестпроект. Если другие, смотришь, по полмиллиона, по 700 тысяч, то мы такие самые маленькие микроинвестпроекты. Но при этом мы в прошлом году заплатили во все уровни бюджета более 40 миллионов рублей налогов. Представляете? То есть, если пересчитать на куб, то это 400 рублей на куб отдачи предприятия. Это немало. И причем план на этот год — это более 50 миллионов рублей налогов. Это достаточно хорошая налоговая эффективность. Соответственно, и продукция тоже объем увеличится, да? Да, мы планируем в этом году увеличить объем продукции за счет закупного сырья. То есть, мы сейчас активно наращиваем объем закупки древесины, покупаем везде, в том числе и Костромской области даже. И хотим увеличить свою налоговую нагрузку. И вообще, если так взять статистику, то инвестпроекты дают у нас 60% всех отчислений от лесопромышленного комплекса в бюджет. И при этом... Подождите, вот эти только два ваших инвестпроекта? Нет, нет, вообще все. Все инвестиционные проекты дают 60% отчислений. А при этом расчетные лесосеки занимают только 20%. Вопрос, где у нас остальные 80% расчетные лесосеки, да? Это очень серьезный вопрос. У нас более 900 арендаторов. То есть, все остальное — это у нас малый бизнес, да? Вот с которым нужно вести диалог. Конечно же, нужно и с инвесторами вести диалог по поводу повышения налоговой отдачи. Но на инвесторов и так уже все накинулись, и нас уже проверяли. Да вы первые попались. Мы первые, про что заговорились, сказали. Да, по нам уже прошлись, и мы уже все, что могли, как бы выжить из себя, мы выжили. Сейчас тут время, что нужно заняться остальными, там, 80% расчетные лесосеки. Простите, малый бизнес — это что, взял в аренду, приехал, спилил, увез, продал все? Нет, ну у нас есть предприятия по малому бизнесу, которые там и переработку осуществляют. А есть все-таки какая-то? Ну, конечно. Если мы районы посмотрим, то это сплошь малый бизнес. Это сплошь малый бизнес. И зачастую малый бизнес — важны социальные функции в районах выполняют. В район приезжаешь, там кроме двух пилорам, там и производства нет никакого. И на этих двух пилорамах все держится. И тут очень важно тоже корректно с ними себя вести. То есть идти не языком возбуждения уголовных дел, а именно языком переговоров. Потому что предприниматели, еще раз подчеркиваю, они к этому готовы. То есть предприниматели, у кого есть колхоз, они готовы подписывать сверх минималку в бюджет. Они готовы, предприниматели, у кого там, кто сидит на упрощенке, но фактически объема у них больше, чем по лимиту, кто осуществляет дробление бизнеса. Они также готовы к переговорам с налоговой по поводу перехода на обычную систему налогообложения. Я очень хочу отметить, что налоговая тоже в свое время, в свою очередь в Кировской области, они готовы к переговорам. Вот мы ведем переговоры с налоговой. Где вы с ними встречаетесь? За круглым столом у вас есть? Да, мы встречаемся с налоговой за круглым столом, наверное, раз в полугодие обязательно. Мы даем им прогноз наших налоговых отчислений, они это проверяют, смотрят. То есть мы видим разворот налоговой в сторону налогоплательщика в последние два года. И это очень отрадно. Это важно, что налоговая стала идти на разговор с налогоплательщиком, и можно сидеть и договариваться, чтобы не в судах тягаться, а вот именно приходить к какому-то общему знаменателю. Николай, вернее, Николай. Николай, да. Ты сидишь все время между двух Николая. Реклама у нас сейчас, полторы минутки. Буквально с полторы минутки мы вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мужской понедельник в эфире. Ведут передачи, напомню, Николай Голиков. И Владимир Снепян. Да, и наш гость Николай Юферев, руководитель инвестпроектов Хольцхаус и Стройлес. Мы должны, видимо, сейчас перейти к экспертным предложениям. Собственно, Николай уже сказал, что есть определенное предложение, которое, наверное, стоит обсудить именно предпринимательскому сообществу и представителям власти. Они сейчас впервые прозвучат? Или где-то вы уже встречались, озвучивали? Мы про профессиональном сообществе все это обсуждали. В целом, профессиональное сообщество, у вас вектор, взгляд в будущее, он одинаков? Что к этому нужно идти? Знаете, вот эта ситуация, когда под прессинг попали все, то есть это заставило всех объединиться. До этого, конечно, были разные взгляды, допустим, крупных переработчиков, маленьких предпереработчиков. А сейчас я смотрю, что люди объединяются. И вот мы вот-вот, я думаю, что создадим уже общественную организацию. Это будет союз лесопромышленников. Я думаю, что это будет филиал союза лесопромышленников, лесоэкспортеров российских. И под эгидой этой организации мы хотели бы провести форум в ближайшее время. То есть, думаю, что конец весны, где уже всех собрать и вот уже детально под протокол вот эти предложения внести. Какие цели и задачи будет эта организация перед собой ставить? Ну, вообще... Защита интересов, выработка. Выработка. Мне кажется, выработка, вот инициатив, решение. То есть, что-то делать надо. Надо предлагать решение. И когда профессионалы предлагают решение, мне кажется, это правильный подход. Ну, в других субъектах эти организации очень хорошо функционируют. Особенно в Вологодской области взять. Когда профессионалы объединяются, можно достаточно хорошие результаты получить. По мерам поддержки. То есть, мы хотим Минпромторг пригласить. Хотим пригласить ассоциацию деревянного домостроения. Я, кстати, наше предприятие участвует в стратегии, разработке стратегии лесопромышленного комплекса до 2030 года в части... В смысле, российской стратегии? Да, российской стратегии. Мы в экспертном совете в Министерстве промышленности. Ну, нет. Надо эту ассоциацию создавать и там уже вырабатывать. А так уже есть конкретное предложение, что вот сейчас можно сделать для того, чтобы обеспечить бюджетную эффективность предприятий ЛПК. И при этом не сломать всех. Потому что люди уже... Ну, люди очень негативно смотрят на то, что их обзывают жуликами. И очень многие предприниматели, сейчас уже смотришь, начинают свои инвестиционные программы сокращать. Кто-то перестает развиваться. Вроде, ну а что развиваться, если на меня так криво смотрят? Это массовый уже процесс. Это массовый процесс, к сожалению, да. Ну, потому что показали, что сейчас будет пресс. А кому надо работать под прессом? Бизнес должен работать в комфортных условиях. И вообще люди, да, хотят человеческого диалога спокойного и готовы в ответ платить налоги, повышать свою эффективность. Какие предложения? Давайте начнем с инвестпроектов. Вот есть у нас сейчас инвестиционные проекты, которые уже облагаются вот этой сверх минимальной платой за лес, которая идет в бюджет Кировской области. Это Станустро-Лес, насколько я знаю, Красный Якорь платит. Я, насколько пообщался с представителями других инвестпроектов, те инвестпроекты, которые сейчас даже срок окупаемости не истек, они готовы в добровольном порядке заключить соглашение о оплате сверх минимальной платы в бюджет Кировской области. Ну, в частности, у меня есть инвестиционный проект Хольцхаус, который вот только-только сейчас начал работать. Я в открытую сейчас в эфир говорю, что я завтра готов прийти и подписать дополнительное соглашение о начислении сверх минимальной платы в бюджет. В областной бюджет. Это 2,5 миллиона расчетная лесосека, как минимум. Это большой инвестиционный проект, да? Нет, я по всем инвестиционным проектам говорю, что представляете, 2,5 миллиона кубометров, то есть, условно, даже по 50 рублей с куба, то есть, возможно, уже там около 150 миллионов рублей получить в этом. 150? Только вот за счет вот этого? Только за счет этого. 150 миллионов рублей можно в бюджет привлечь. Правительство, внимание, к вам обращается. К вам готовы дать 150 миллионов рублей? Готовы. Ну, не один я, а другие коллеги. Второй вопрос, это колхозы. Колхозы также готовы пойти на подписание таких соглашений. По крайней мере, мы знаем представители отдельных районов, где целые районы, предприниматели, у которых есть аренда по колхозам, они готовы в добровольном порядке подписать эти доп. соглашения. У них примерно такая же лесосека, как у вас. 2 миллиона кубометров по колхозам, умножайте на 50 рублей, это еще 100 миллионов рублей. Это конкретные цифры. Уже прозвучало четверть миллиарда. Да. Еще очень важно по политике лесных аукционов. Мы видим, что очень высокая цена стартовая. На наш, мы считаем, что... Она поднялась, да? Она не поднялась. Сейчас 500 рублей, они говорят. Вот передо мной статистика проведения всех лесных аукционов с начала года. И мы видим низкую востребованность. К сожалению, вот аукционов... Из-за высокой цены низкая востребованность. Из-за высокой цены, да. Только 30% лотов, к сожалению, нашли своих покупателей. И мы видим, что более 80% аукционов проходят с одним участником. То есть без роста стартовой цены. И мы видим, что коэффициент на лесовосстановление, который применяется при методике расчетов цены по аукциону, он немножко завышен. Мне кажется, что его можно сделать меньше, потому что мы смотрим свои затраты на лесовосстановление. Его можно чуть-чуть уменьшить. Николай, давайте поясним слушателям. Вы сейчас держите перед собой бумаги. Эти бумаги в открытом доступе находятся? Да, конечно. Это информация об аукционах. Все, оно есть в открытом доступе. Где? На сайте? На сайте министерства? Ну, я не могу сказать. Как бы мне помощники помогли эту бумагу взять. То есть она вот в открытом доступе. Это же открытое правительство. Это публичная процедура. Это же публичная процедура. Ну и в целом я взял срез предпринимательского сообщества, кто участвовал в этих аукционах. Ну и в целом, что люди по районам говорят. То есть вот наше предложение – это снизить цену, минимальную цену участия в аукционах до 250 рублей хотя бы. Это абсолютно реально. То есть нужно просто подумать над коэффициентами на лесовосстановление. И тогда, возможно, получится привлечь больше предпринимателей на эти аукционы. И предприниматели будут заинтересованы в этом участке. Потому что если участок, он высоколиквидный, то она цена все равно вырастет. Сейчас очень сырьевой дефицит достаточно сильный на рынке присутствует. Если участок, он высоколиквидный, то она там вырастет. Она все равно до этих 500 рублей вырастет цена. Но важно, что больший объем участка будет востребован. Чтобы вход был более свободный. То есть если участок, по-русски говоря, аппетитный, то цена на него все равно вырастет. Да. А если на участке надо еще порыться по ТТ, то можно его за 250 продать. Можно его за 250 продать, конечно. По крайней мере, он все равно будет осваиваться. Он все равно будет осваиваться, и область получит за него деньги. Чем-то сейчас продается 30%. Задача 100%. Ну и вообще на лесные аукционы нужно какой-то максимальный предел установить. Проведение вот этих аукционов. Тут там в пределах хотя бы 1 миллиона кубометров. Потому что там 5 миллионов это очень тяжеловато будет продать по области. И тут еще очень большие последствия для ведения лесного хозяйства это возникнет. Потому что, знаете, это как точечная застройка в городе аукцион. То есть тут делянку взял, тут делянку взял, тут делянку взял. То есть в конечном итоге через 3 года это обернется тем, что половина леса у нас там под сроками примыкания будет стоять. И там вообще рубить нечего будет. Поэтому тут очень важно с этим не переборщить. Потому что когда арендатор свою политику выстраивает, он постепенно смотрит за освоением своего участка на годы вперед. Дороги там делает. Смотрит, чтобы не попасть в сроки примыкания. А когда вот сейчас дано задание любыми путями участки выбирать, это а-ля точечная застройка получается. То есть тут делянку взяли, в окно к нее уже ничего рубить нельзя. То есть она там на 5 лет в подвешенном состоянии осталась. Это будет очень нехороший эффект. Поэтому нужно на аукцион. Аукцион хорошо, но вот это должно быть по 250 рублей стартовая цена. И где-то миллион кубометров. То есть скорректировать цену и скорректировать общий объем для того, чтобы не было вот таких ситуаций, как вы описываете. И самое главное, нужно начинать диалог с предпринимательским сообществом. Предпринимательское сообщество, они готовы на диалог с налоговой инспекцией, готовы на диалог с правительством области. Они готовы каких-то договоренностей фиксированных, что вот такую-то нагрузку они делают, но их не трогают. Что они спокойно могут свою деятельность планировать на годы вперед, планировать инвестиции свои. А сейчас они не видят перспектив, к сожалению. Они видят, что вот-вот к ним придет следователь, их арестуют и так далее. У них такое мнение, к сожалению. Конечно, этот стереотип нужно менять. Николай, в нескольких словах характеризуйте то, как должно себя вести региональное правительство все-таки по отношению к предприятиям лесной отрасли. Ну, я не могу какие-то советы давать региональному правительству. Чтобы вам было с ними хорошо, комфортно работать. Мне кажется, в первую очередь нужно начать какой-то диалог вести. И нужно понять, что все оно на самом деле не так плохо. Нужно взять какой-то тайм-аут, дать год предпринимательскому сообществу, вот этот вот год, 17-й, на то, чтобы исправить ситуацию. Я думаю, что если мы совместно будем в одном направлении двигаться, в направлении наполнения областного бюджета, то у нас как раз-таки и получится эту задачу реализовать. Дать вот этот год, чтобы люди смогли себя проявить. И потом уже по результатам этого года смотреть. Потому что мы чувствуем, что в том, то, как сейчас, в частности, проходят аукционы, к сожалению, не выполнить, наверное, будет вот эту задачу, которая стоит перед бюджетом. Про те миллиарды или 2 миллиарда рублей мы так еще не разобрались. Мы пока еще не знаем, да, пока точнее. Может быть, это не скажут. Николай Юферев, руководитель инвестпроектов «Хольдхаус» и «Строй лес». Мы продолжим беседу нашего во втором часе. Присоединятся к вам еще ваши коллеги, в том числе и с «Белой холуницы». Так что мы прощаемся.